Будущее одного из старейших Ивановских кинотеатров вот уже 8 лет находится под вопросом. Последний раз зрителей «Современник» принимал в 2010-м. Тогда кинопоказы приостановили из-за отсутствия автоматической пожарной системы. Все это время здание находилось на балансе администрации. Чтобы хоть как-то покрыть расходы на содержание, решили сдавать пустующие площади под медовые и меховые ярмарки. Но доходов с аренды все равно не хватало, а убытков «Современник» с каждым годом приносил все больше. Наконец, в городскую думу внесли предложение о ликвидации нерентабельного актива. По итогам 2017 года предприятия получили убыток в размере 1 млн 650 тысяч рублей. За 9 месяцев текущего года убыток предприятия составил 1 млн 750 тысяч рублей. Непокрытый убыток 11 млн 368 тысяч рублей. Динамика финансового результата деятельности предприятия показывает, что абсолютный показатель эффективности в работе предприятия. А нет, это все в дальнейшем снижение. Городские депутаты согласны с тем, что в нынешнем виде «Современник» никакой пользы не приносит, а значит, нужно искать способы его реанимировать. Попросили изучить опыт соседних городов и разработать план дальнейшей работы. Я в прошлой думе задавалась этим вопросом, и тогда еще спрашивала, но ведь это же типовое здание, которое строится во многих городах Российской Федерации. Судьба других зданий. Вот скажите, может быть, где-то с кем-то пообщайтесь, с коллегами. Слышала, что в Нижнем Новгороде там что-то такое молодежное, да, там чего-то нам рассказывали. В Нижнем Новгороде там детей возят, фильмы по-моему, а вечером... Нет, ну опять же, понимаете, сколько лет ты уже работаешь над этим, мы никак все, то есть, кто не работает. Ликвидация МУП «Современник» позволит серьезно сократить расходы из городского бюджета. Фактически деньги будут тратить лишь на охрану здания. Кроме того, после всех юридических процедур, киноцентр можно передать в управление частным предпринимателям, заключив концессионное соглашение, или же постараться включить его в одну из госпрограмм. В настоящее время разработана концепция многофункционального молодежного центра, который включает в себя и выставочные залы, и классы для занятий локальных, и для кинопоказа, и для концертов. То есть это достаточно такая интересная идея. У нас сейчас проблема только в том, чтобы найти источник финансирования. Кинотеатр «Современник» давно уже стал одним из символов города. Многие ивановцы хорошо помнят очереди за билетом и полные залы. Какие у вас воспоминания об этом кинотеатре остались? Ну, я ходила в этот кинотеатр еще в школе. Положительно и смотрела «Гарри Поттера». Только сегодня, кстати, шла в ту сторону, думала, жалко, что закрыли. Давно уже закрыли, правда. «Современник», само название, наверное, его привести немножко в порядок, и в этом районе будет очень даже кстати. Хороший кинотеатр, звук был хороший, народ был хороший, ходил. Очень много, зал был всегда полный, в кассе всегда была очередь. На хороший фильм мы всегда ходили с девчонками, с друзьями. Так что у меня впечатления в этом фильме, в этом кинотеатре очень хорошие. Возродить «Современник» без частных инвестиций, скорее всего, не удастся. Без установки качественного оборудования и серьезного косметического ремонта, с учетом серьезной конкуренции, вряд ли получится воссоздать рентабельный киноцентр. Максим Сребряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.